МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В ГРС и так далее. Этот список можно продолжать долго. Уволили и руководителей силовых и правоохранительных структур. МВД, ГКНБ, Генеральной прокуратуры. Должностей лишились их заместители. Совет безопасности тоже подвергся жесткой кадровой чистке. Увольнения и новые назначения происходят в регионах тоже. Уже сменились городоначальники Джалабада, Токмака, Карабалты, Ташкумыра и Акимы нескольких районов. Полпредом правительства в Чуйской области стал Туйгуналы Абдраимов. Бывший хирург в политике не один год. Дважды возглавлял Центризбирком при Бакиеве и при Атамбаеве. Известен тем, что не выдал депутатским мандат криминальному авторитету Респеку Акматпаеву. У многих в памяти и его драка с известным медиком-наркологом Ченешпеком Назаралиевым. Называть случайностью новое назначение Туйгуналы Абдраимова политологи не спешат. Они предполагают, что его готовят к другой должности, более высокой и престижной. Возможно, работа в полпредстве правительства – лишь трамплин к карьерному рывку. Неоднозначно отреагировали эксперты на назначение Абдекарима Алимбаева на должность первого зампредседателя Госпогранслужбы. Соответствующее распоряжение президент Сурмба-Джейнбеков подписал 8 мая. Два года назад Алимбаев уже возглавлял это ведомство и проглядел серьезное преступление – продажу оружия. Кресло пришлось освободить. «Я написал рапорт о сложении себя полномочий и захищении оружия со склада военной части. В инциденте оказались замешанными мои подчиненные. Я морально не мог продолжать занимать эту должность. Ведь я офицер». Не меньше вопроса вызвало увольнение Кубанчпека Кулматова с поста председателя таможенной службы. Де Юре прошение об отставке написал он сам. Но в интервью дал понять, что это связано с политикой. Кулматов за несколько месяцев работы в ГТС продемонстрировал серьезные успехи, добился многократного увеличения таможенных поступлений. Но вместо одобрения чиновник получил повестку в ГКНБ и уголовное дело, а затем и арест имущества. Но это уже другая история. Ведомством теперь руководит Алмаз Оголбеков. В таможне он 25 лет. В газетных публикациях его связывают со скандально известным «Раимом миллионом». Эти же СМИ написали, что Оголбеков уволил многих специалистов и назначает на их места людей Матраимова. Как потом заявили депутаты парламента, с новыми назначенцами в ведомство вернулись старые порядки. «Вы назначили Оголбекова в таможню. Он начал самоуправствовать на таможне. Сотрудников, проработавших там 30 дней, 60 дней или всю жизнь, увольняют. Понижают в должностях на зло Кулматово. Грузоперевозчики жалуются на то, что начала работать прежняя система. Снова начали собирать деньги с транзитных грузов. Если надо, я расскажу, кто давал, кто убрал с каждой фуры по 2000 долларов». 15 мая с довольно-таки жесткой формулировкой уволили заведующего отделом судебной реформы и законности Манаспека Арабаева. Президент до этого публично раскритиковал своего подчиненного за то, что он якобы самоустранился от реформы Фемиды. Ругали Арабаева и гражданские активисты. Они обвиняли его в оказании давления на судей при рассмотрении дел политических деятелей. Теперь пустующее место занял Санжар Исабаев. До этого он был судьей Бишкекского городского суда. Женщина с волевым мужским характером. Айгуль Рыскулова покинула пост вице-мэра столицы. Формулировка отставки в связи с переходом на другую должность. Какой именно пост займет Рыскулова, пока неизвестно. У нее большой опыт работы на госслужбе. Несколько раз занимала министерские должности. Руководила и аппаратом правительства. На его месте уже другой сидит, а прежнего уже сняли. «Вы заявляете о борьбе с коррупцией, но вы ведете борьбу с кадрами Атамбаева и Сапара Исакова. У нас, говорят, правительство, которое не чувствует земли под ногами, не найдет поддержки народа. Я вижу, что вы в эйфории. Но помните, что через девять месяцев вы тоже придете с отчетом, и тогда вам оценку будет давать народ». Уволили и главу госэкотехинспекции Ханатпека Муратпекова. Вместо него назначили Джолдошпека Джунушева. Работал в налоговой, оттуда ушел в строительный бизнес, потом в Бишкекский горкенеж. Теперь возглавляет ведомство, которое отвечает за безопасность всех граждан страны. Ханат Канеметов, Кусан Гафиров, телеканал «Апрель».